Православная Церковь почтила память великой страдалицы и мученицы за веру Христову Марии Гачинской. Нестрашное боли, непарализованное тело, недавление советской власти не могли убить красоту душевную и помешать молитвенному подвигу монахини Марии. Об этом свидетельствуют слова ее современников до две толстых следственных папки «Коллективное дело 76 монахинь». 17 февраля 1932 года называют Днем Страстной Пятницы Русского Монашества. В этот день в Санкт-Петербурге были арестованы все те монахи, которых чекисты нашли в монастырях. Тогда была арестована группа монахинь – 76 человек. Обвинительное заключение звучало так. Несмотря на то, что монастыри в разное время были официально закрыты, монахини же этих монастырей поддерживали их в скрытом виде и представляли из себя хорошо организованную группу контрреволюционного, антисоветски настроенного, реакционного монашества. В этом деле под номером 75 значится Лилианова Лидия Александровна. Это мирское имя монахини Марии. Еще будучи 16-летней девушкой, Лидия была поражена тяжелым недугом – болезнью Паркинсона. У нее сохлись руки, ноги, тело. И никакое лечение не могло ей помочь. Однако, несмотря на болезнь физическую, она не теряла твердость духа. Она сделалась чрезвычайно кроткой, смиренной. Вообще, люди, которые страдали такими тяжелыми заболеваниями, обычно были озлоблены. А здесь произошло чудо. Было наоборот. Она привлекала людей к себе и имела дар утешения. И вот эти монахини и многие известные петербургские священники постоянно приезжали к Марии Гачинской и искали у нее утешения. Из-за своего недуга монахиня Мария не могла находиться в обычной камере. Потому после ареста ее отправили в тюремную больницу. Протоколов допроса Лилиановой Лидии Александровны нет. Возможно, потому что из-за своей болезни она не смогла бы расписаться на них. Зато есть показания монахинь. Из показаний вот этих монахинь, их было немного, там был кружок монахинь. И людей, женщин, которые ухаживали за Марией Гачинской. Вот они рассказывали, что они к ней приходили, как она выглядела и что она имела дар утешения. Собственно, вот из этих подлинных протоколов и рассказов и сложилось позже житие Марии Гачинской. Жизнь без ухода для монахини Марии была невозможна. Потому что она не могла самостоятельно даже повернуться на другой бок. Так эта мученица умерла в тюрьме и была похоронена родными на Смоленском кладбище. Тогда же началось и почитание еще не канонизированной святой. Спустя десятилетия, 26 марта 2007 года, были обретены святые мощи мученицы Марии. Были некоторые сомнения такие, что а вдруг ее там нет, а вдруг эта могила ложная. И когда показалась уже крышка гроба, мы уже все успокоились, поняли, что будут обретены ее мощи. Сейчас мощного мученицы Марии покоятся в Гачинском Павловском соборе, куда стекаются ищущие утешения в скорбях и болезнях. Преподобно мученице Мати Марии, моли Бога о нас!